Дорогие друзья, тема определения правильного прикуса или физиологической окклюзии является актуальной для нас, врачей клиник Мегастон, на протяжении уже многих-многих лет. Причем это касается как собственно определения прикуса у наших пациентов, так и, к сожалению, исправлений многих осложнений, многих проблем, возникающих у наших пациентов после лечения в других клиниках. Для определения прикуса мы используем ряд оборудований. Гонотограф или, как его еще называют, цифровой кинезиограф, аксиограф, ТЕНС, то есть аппарат для нейромышечной релаксации, артикуляторы, лицевые дуги и так далее. Мы проводим свои исследования для всех пациентов, которым требуется определение прикуса. Цель этих исследований заключается в том, чтобы делать работу не на глаз, как этим занимались врачи 20-30 и более лет назад, а точно видя на экране компьютера положение нижней челюсти, коррелируя его с цифровой компьютерной томографией и телерентгенографией, которую мы проводим здесь же у нас в клинике. Цель проведения цифровой гонотографии, аксиографии и прочих гонотологических исследований заключается в том, чтобы определять нашим пациентам правильный физиологический прикус, физиологическую оплюзию не на глаз, как это делали врачи 20-30 и более лет назад, а с четкими ориентированными показаниями приборов на экране монитора, коррелирующими с показаниями цифровых телерентгенографии, компьютерной томографии, которые мы проводим здесь же в клинике, с тем, чтобы техник в нашей собственной лаборатории смог бы нам изготовить наши керамические реставрации максимально точно и без каких-либо осложнений в будущем. Помимо этого, необходимо помнить, что не только неправильное протезирование, но и совершенно незначительные, казалось бы, работы, такие как одиночная неправильно установленная пломба, могут приводить к многим последствиям негативным в будущем, такие как щелчки в суставе, шум в ушах, голодные боли и даже ухудшать качество сна. Вообще, качество сна и улучшение качества сна, борьба с обструктивным ночным окно сна является одним из приоритетов нашей работы, поскольку именно правильное протезирование и правильное положение нижней челюсти помогают нам избавиться или, по крайней мере, исправить многие из существующих у наших пациентов проблем в этой области. Я с удовольствием приглашаю вас прочесть мою новую статью на нашем сайте, где я более подробно вам расскажу о наших гнотографических, аксиографических и прочих гнотологических исследованиях. Субтитры создавал DimaTorzok